Микс Ньюс Добро пожаловаться Я хотела спросить Вы слушаете меня? Да, да, Владимир, у меня такой вопрос Я хотела задать вам вот один вопрос Здравствуйте, я по такому поводу Каждый понедельник По сути вашего вопроса первое Пожалуйста, да, ответьте на вопрос Почему такой закон принес? Это уже не соблюдение строительных нормативов В 10 утра Господин Сидорко, не могли бы вы Разъяснить проблему проверки счетчиков Здрасте, вот вопрос такой У нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них А как? Вы не могли бы нам посоветовать Я могу очень коротко сказать, что На коммунальные вопросы Очень сложные вопросы Это вопрос, наверное, не домоуправления И даже не жильцов Я понял вопрос В законе написано очень четко Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорко Вопрос у меня был Господина Сидорко Я могу его задать? Не было ни одного случая Когда долги пристали У меня к вам вопрос А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе Добро пожаловаться Вот таков наш закон Добрый день, доброе утро Уважаемые слушатели Начинается программа Добро пожаловаться Олег Пек в студии Со мной председатель правления Товарищества Центр консультаций Собственников квартиры Председатель кооператива БАК-2 Сергей Сидорко Здравствуйте Доброе утро И также Вот мы всегда представляем вас Как бывшие председатели правления Ригаснаму Парвалдникс Эрвин Страупе И Айварс Гонтарев Доброе утро Доброе утро Добрый день Но тем не менее Вот я понимаю Что мы в прошлый раз Еще начинали эту тему Жизнь после РНП Вот как Чем Какие здесь Сейчас ваши должности Вот об этом мы тоже поговорим И телефоны в нашей студии 6212-93-9 6213-93-9 Не забывайте писать И на ватсап 230-6191 Кто-то звонил 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 А вот сейчас мы Еще раз попытаемся Принять звонок Здравствуйте 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 Господа Это Вас опять беспокоит Кенгарах Вы знаете У нас Это самое Вот я жаловалась Мы жаловались Вернее То что у нас Звоник работает Бомжами И в общем У нас На этой неделе Случилось такое ЧП Что в несколько Квартир Пытались проникнуть Воры Ну к счастью Что Свиделись С этой болезнью Ковидом Что кто-то Был дома Конечно не удалось Наш двор не передает Ключи Мы уже жаловались Просили ее уволить Но ведь она Материально ответственная Как я понимаю Она не имеет права Передавать ключи Посторонним лицам Которые вообще Не имеют Кси Ксенгар С нами Вообще Какое-нибудь Отношение Тем более Бомжи Социально опасные люди Все больные Все зараженные Один ходит С чесоткой Ну это Господа Ну что же это такое Господину Трошкову Бесполезно Жаловаться У него все отлично У нас до абсурда Доходило Мы подали Ну прошение Что бы нам поставили На лестничной площадке Стекло Что отсутствует Вообще Рама С целым стеклом Ну знаем Кто снял Сворник Поскольку Однажды Не строила себе Мудку собачью И вот это Окно Нам Трошков ответил Что как вы Стекло есть Вы что Все слепые Спасибо Мы даже уже не собираемся Жаловать Трошкову Мы собираемся Сим И я думаю В интернете Будет интересно Но уже в Латвии Пусть посмотрит И пусть весь мир Посмотрит В теории я переводчик Спасибо Да Тогда Комментируем Я бы сказал Так что Есть один комментарий Такой С моей стороны Ну Не всегда Во всем можно Ввинительном управлении Стоит ли его Нет Это конкретный случай Но В данном случае Если вы видите Присутствие посторонних Лиц Которые вызывают У вас какие-то Ну опасения Сомнения В том что они Находятся там Ну с нормальными Целями Ну есть же полиция Ну есть же полиция Ну позвоните В полицию Самоуправления Если Вы видите У меня тоже В кооперативе Есть такие ситуации Есть точки постоянные Ну условно Скажем так Тусовки Лиц без определенного Места Жительства Но в этом случае Если эта тусовка Начинает принимать Какие-то Ну формы Которые мешают Людям жить Но вызовите Муниципальную полицию Они включат ваш дом В график патрулирования И это достаточно Быстро закончится Может ли дворник Действительно так Вот передавать ключи Ну то есть если его Поймают на том Что она Ну Передает кому-то Дворник обычно Передает ключи Или от чердака Когда приходят Контролирующие институции Или те же самые провайдеры Дворник может Передавать ключи В том случае От погреба Если это Теплоузел Или что-то подобное Но в ситуации Кто-либо бы Приходил к дворнику И сказал Дай мне ключ от погреба Или от чердака Ну обычно так Не делается Скажем так У нас продолжаются звонки Здравствуйте Доброе утро Пожалуйста Доброе утро Доброе утро Я по поводу Начала отопительного сезона Вот Меня волнует Такой вопрос Что это за новая Формулировка Тестовое подключение Теплоснабжения Дома Это Выдумка Силтум сервиса Наверное еще одна Отдушина Для того чтобы Как бы Уйти от проблем Которые они создают Жильцам Ведь в настоящее время Дома подключаются Вот в частности Мой дом Буквально Четыре раза Приезжают Четыре раза Приезжают Разные команды Четыре дня Не могут Отвоздушить дом Да что это за Специалисты Первая И главная Проблема Отсутствие Специалистов В этой организации И сколько Мы еще будем С ними Мучиться Я думаю Господин Гонтарев Должен дать Ответ На этот вопрос Почему Именно Ну Потому что Этот термин Был Внедрен В мое время Когда я Рокладил РМП Сколько Когда Как мы Рассказывали Одно из Первых Передач Сореном Его Назначили Тогда Когда Или выбрали Тогда Когда Текли Все крыши Меня Тогда Когда Был На столе Поставлен Договор С Сервисом Уже Подписанный И Уже Был Отопительный Сезон На кону Да И Были Большие Конфликты Между Рикой С 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 РМП Не Было Понятно Чем Это Всем Все Закончится Вообще Как Пойдет Отопительный Сезон Потому Что Дела Были Не Совсем Корректно Переданы Друг На Друг Пальцем Показывали Есть Ключи Нет Ключи Ключи Не Подходит Там Что Другой Стадии Нет Но Поскольку Было Такой Большой Бардак И Непонятно Было Что Запустится Что Не Запустится Тогда Вот Такой Термин Был Введен Что Подключается А чем Это Закончится Никто Не Знает Реально На Тот Момент Потому Что Дела Не Были Переданы Как Надо И Ну Хаос Все Помнят Какой Был Большой Хаос И Этот Термин Просто Наверное Его Можно Сейчас Использовать Поскольку Скажем Так Еще Не Совсем Стабильное Время То Солнце То Очень Холодно И Где-то Система Может Не Сработать Может Может Быть Да Из Этого Наверное Этот Термин Употребляется Насчет Работников Хватки Нехватки Силком Сервис Ну Это Коммерческая Структура Там Я Наверное Неправильно Мне будет Что-то Комментировать Насчет Этого Еще Раз Придя На Свою Должность После Выборов Мне на Столе Этот Договор Уже Был И Здесь Не Был Вопрос О том Хочется Не Хочется Нравится Не Нравится Нужно Думать Просто То Как Быстрее Выйти Ситуации Да То Как В этом Хаосе Мы Разбирались Так 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 Да Еще раз Могу Напомнить Что Я Вел Сам Лично Свою Прямую Почту И Сам Корзнил Эти Работы Чтобы Как То Выходить Из Того Бардака Который Был Да Ну На Данный Момент Я Думаю Что Ну С Такой Точки Зрения Города Шума Ну И Слежу Все Продолжаю Следить За Сколько Шума В Соц Сетях И Так Далее Ну Шум Есть Но Настолько Большой Как Тогда Уже Не Был И Наверное Там Ребята Тоже Научились Уже Работать Привыкли К Системам Отобрали Тех Работников Которые Которые Хотят Работать Да И Так Далее Потому Что С Системной Точки Зрения Настолько Большого Переворота Ну Что Ригас Всегда Обслуживал И Настолько Большого Переворота Всей Системы Не Был Из Этого Был Большой Хаос Вот Это Историческая Скажем Так Справка Как Появился Этот Термин Тестовое Подключение Да У нас В кооперативе Не было Ни бардака Ни Каких Таких Технических Проблем Но Мы Режим Тестового Подключения Используем Уже Мы Наверное С десяток Лет И не Собираемся От него Отказываться Объяснить Чисто Технически Чтобы Дом Должен Быть Готов К Отопительному Сезону Один Из Важных Моментов Это Прогнать Быть Он Может Не Быть Но Если Дисциплина В доме Низкая Жители Которые Самовольно Вмешиваются В работу Системы Отопления Обычно Воздух Есть Это Первое Второе Это То Что Очень Много В свое Время Поставили Всевозможных Кранов И Заглушек Там Где Это Не Должно Было Быть И Поэтому Люди Забывают О том Что Они Закрывают Свой Личный Кран Закрывают Полностью Стояк Отопления Поэтому Мы Используем Тестовый Режим Для чего Во-первых Понять Работает Нормальная Система Отопления Или Нет Ты Можешь Только Тогда Ты Прогоняешь На Оптимальных Режимах То есть Она Постоянно Включена Что В Переходный Период Тепло Тепло Холодно Очень Трудно Осуществить Значит 3-4 Дня Дом Прогоняется На Повышенных Режим За Это Время Выявляются Все Проблемные Точки Если Такие Существуют И Они Устраняются После Этого Дом Переводится Ну Мы Условно Называем Это Между Собой Спящий Режим То есть Ставится На Пониженные Параметры Отопления И Он Стоит В полной Готовности И Подтапливает Тогда Когда Нужно И В полной Готовности Поэтому Никто Ничего Не Выдумывает Я не буду Утверждать Что 100% Во всех Домах Есть Воздух Но Я не буду Отвечать Того Что Воздух Это Очень Частое Явление Я не буду Утверждать Что Все Взяли И Злонамеренно Перекрыли Всевозможные Вентили Которые Препятствуют Работе Системы Отопления Но Такие Случаи Есть И Что Было Я Насколько Понимал В Описаниях И В Дискуссиях На Форумах Насчет Силтум Сервис Люди Не знали Где Кто В Какой Квартире Чего Понаворочил И Очень Часто Из-за Этого Тоже Происходило И Да Поскольку Один Из Этих Вопросов Был Сергей То Что Понастроили В квартирах И так Далее Сначала Это Было На Словах Потом Я Спросил Конкретно Фиксировать В Актах В Описаниях Фотофиксациях Что И Присылать Мне Вот С Объектов Там Такого Чуда Мне Присылали Действительно Из этого Есть Такой Даже Такой Пример Приведу Я с Одним Собственником Квартиры Мы боролись Очень Долго И Так Его И Не Победили Он Считал Что Если У него Что То Плохо С Отоплением Он Открывает Спускной Кран На Радиаторе И Сливает Пока У него Радиатор Не Становится Теплым Он Становится Теплым Только Мы Забываем Что У нас Внизу Стоит Визерный Объем Жидкости Около 100 Литров На Весь Дом И Как Только 10 Ведер Выливается Или 5 Ведер Давление Веско Падает И Система Подсасывает Воздух Извне И Человек Постоянно Себе Считая Что В тот Момент Когда Мы Продолжаем Принимать Звонки 6 7 2 12 93 9 6 2 13 93 9 Доброе утро Доброе утро Вы знаете В нашем доме Все эти годы Было В порядке А в этом году Не подключено Еще Отопление И вот Сегодня Обещали На прошлой неделе И сегодня Утром Звоним А ваш дом Уже подключен Говорим Что не подключен Но будут Разбираться Ну это так Но мне Вопрос Господина Сидор Он Большой Специалист По всем Вопросам Вот скажите Пожалуйста Вот Если панельный Дом Да Там Вот Эти швы Где они Соединяются Ну В свое Время Их там Как бы Заделали Шпаклевкой Или как Правильно Выразиться Ну потому Что Со временем Они там Расширились И влага Просасывалась И холод И все Такое Ну это Было Уже лет 15 Может и 20 Назад Ну вот Какие Там Тогда Технологии Были Я не знаю Вот скажите Пожалуйста Сколько лет Примерно Служит Вот такая Чтобы Или Ну когда Ее надо Заново Все это Возобновить Потому что Мы чувствуем Что там Уже Все уже Не в таком Качестве Спасибо Спасибо Межпанельные швы Это очень Чувствительный И очень Такой Нежный Узел Который Еще с момента Строительства здания Специальными регламентами Предусматривал Что за ним Нужно тщательно И регулярно Ухаживать Проблема в том Что если Сама панель Она С внешней стороны Сформирована Таким образом На заводе Что она Отталкивает Влагу То как раз Таки Торец панели Вот то что Там скрывается За этим Пештванельным швом Это материал Достаточно Повест И не защищен Ни от чего Поэтому После технологии Строительства Этот шов Заделался Специальными Уплотнителями Потом Раствором Цементным А после этого Перекрывался Герметизирующей Мастикой Специального Образа Которого Выдерживала По советским Нормативам По инструкции Эксплуатации Крупнопанельных Домов Срок Обязательный Обновление Герметизирующего Слоя Вот промазать Все швы По новой Каждые пять лет Это было В советское время Сейчас С учетом того Что некоторые Материалы Поменялись И немножко Их эластичность Стала сохраняться На более долгий Период Сейчас Это от пяти До семи лет В зависимости От качества Материала Это критический Вопрос Потому что Если этого Не делать То панели Начинают насыщаться Влагой Трескаться Низкая Сопротивляемость Потерям тепла И все Неприятности Поэтому Это нужно делать К сожалению Эта процедура Достаточно дорогая Поэтому обычно Сегодня Насколько я знаю Практика такова Берут Ждут сигналы С квартиры Что там есть Плесень Появилась Влага Плесень И тогда Идут И это место Замазывают Но это означает Только одно Что мы замазали Локально А рядом Разрушение Пошло дальше Поэтому Нужно возвращаться Либо К регулярному Восстановлению Герметичности Герметизирующего Слоя Межпанельных Швов Либо Второй способ Который Эффективно Позволяет С этим бороться И снять Эту проблему Это утепление Домов Когда перекрывается Утеплительным слоем Вообще Все есть Проблемный Узел Сейчас Примем Звонок Здравствуйте Добрый день Добрый Я хочу Знать Ваше Мнение О Закрытии Мусора Провода Ведь Орига На 30% Состоит Из Девятиэтажек Двенадцатиэтажные Есть Шестнадцатиэтажные Что делать С мусором Значит Вести В лифте Разорстет Нагрузка На лифты Лифты Советского Производства Многие Уже Выходят Из строя Через месяц Начнется Массовая Поломка Лифтов Это первое Второе Возрастет Расход Электроэнергии Так как мы Платим За электроэнергию Ее Резко Вырастет Коммунальные Платы Это второе И третье На верхних Этажах Много Живут Пенсионеров Которым Трудно Даже Подняться По лестнице Оттуда Сюда Мусор Надо Все время Выносить И Я думаю Это придумало Временное Правление Риги Когда был Такой Перевод Да И я думаю У них Они не думали О том Какая Начнется Катастрофа Спасибо Спасибо Сейчас мы ответим Спасибо Ну если Пошутить То я могу сказать Это единственное Реальное Достижение Мусорной реформы В городе Риги Это единственное Реальное В зале Насовили людям Моё отношение К этой идее И к этому Вообще Постулату Оно Резко Отвицательное И попытаюсь Объяснить Во-первых Первый раз Я услыхал Об идее Если Может быть Ошибаюсь Тогда Извинюсь Но От Министерства Окружающей среды От Уважаемого Министра Который Произнес Такую фразу На одной Из пресс-конференций Что Мусоропровод Мешает Сортировке Мусора Из-за этого Их надо Закрыть Потом Эта идея Была подхвачена Уже Всеми Дальнейшими Участниками Мусорной Реформы Ну Во-первых Мне непонятно Как мусоропровод Может мешать Сортировке Мусора Потому что Тогда сам Мусоропровод Лично Должен ворваться В квартиру И смешать Все те мешочки Что я Рассортировал Потом Выбежит С радостным Воплем Утаскивая Эти мешочки Не будет Этого Это первое Второе Уважаемый Радиослушатель Абсолютно Прав Абсолютно Забыта Социальная Часть То есть Те люди Которые Малоподвижны Которые Имеют Ограниченные Возможности Они все Оказываются Теперь Особенно Если они Еще и Одинокие Они оказываются Под ударом Причем Колоссально Ну С учетом Состояния Лифтов То тоже Радиослушатель Прав Еще Есть один Аспект Который Очень Важен Дело В том Что Как правило Мусоропроводы Стоят В домах Где Вокруг Непредусмотренной Площадки Для размещения Контейнеров Это был Один из выходов Это был Один из выходов В свое время Того Чтобы А Не портить Окружающую среду Вот этим Видом Раззеванных Контейнеров И второе Соблюсти Определенные Правила Пожарной Безопасности Потому что Доступ К этим Контейнерам Ограничен Если их Размещать Вблизи От дома То это Опасно С точки Звения Пожарной Безопасности У нас Много Достаточно Для того Чтобы пошутить Чего-нибудь Там Попробовать Костер Сделать Поэтому Эти контейнеры Были изолированы В специальных Помещениях Поэтому Я на сегодняшний И самое главное Что я скажу Я сужу По своему Кооперативу У нас Достаточно Много Таких Домов С мусоропроводами Несмотря На то Что Произошла Так называемая Мусорная Реформа Несмотря На то Что Повысились Цены На услуги При Правильной Информационной Компании У нас Цены Вообще На общие Цены На вывоз Мусора Снизились И это Связано Именно С тем Что Мы Людям Когда Объяснили Что Если Ты Сортируешь То Ты Будешь Платить Меньше За те Объемы Которые Отсортированы Они Начали Активно Сортировать И Процесс Вообще Организации Сортировки Мусора И Доведение Его Ну Скажем До лучших Западных Образцов Когда Спички Отдельно Оголовки От спичек Отдельно Чайный Пакетик Вынимается Металлическая Это Период Очень Длительного Времени Это Период Сейчас Мы Начинаем Достаточно Реско Я по Кооперативу Чувствую Что Люди Начали Грубо Разделять Мусор Но Этот Процесс Надо Продолжать А В данном Случа Получится Что Что Мы Сейчас Сделаем В девятиэтажках Будут Открыты Двери Мусороприемных Помещений Будет Стоять Контейнер Разделанный Кто Хочешь Подходи Бросай Что Хочешь То И бросай То есть Наоборот Все мимо Проходящие Могут Пользоваться Твоим Контейнером Ты Будешь За это Платить И Будет Там Сортирован Несортирован Поэтому Я считаю Это Вообще Таким Ну Каким-то Весьма Экзотическим И странным Решением Но Сейчас Она Прописана В обязательных Правилах Хридической Думы Прописана Так Что Избежать Закрытия Невозможно Будет Наказан Собственник Квартии Не имеет Права Решать Этот Вопрос Они Могли Вообще Решить Это Их Собственность То есть Здесь Явное Такое Вмешательство Давайте Мы Одну Коммуникацию Вам Одно Удобство Отрежем Давайте В частных Домах Где Живут Какие То Там Скажем Ответственные Депутаты Отрежем Тоже Водоснабжение Ну Почему Потому Что Вода Загрязняется Я Наверное Добавлю Это Абсолютно Неправильное Решение По Крайней Мере По Двум Принципам По Одному Это Жильцам Или Владельцам Квартир Да Слушатель Уже Упомянул Почему Там же Есть Также Юридический Аспект Который Нельзя Скинуть Со счетов Каждого Из Владельцев Квартир Принадлежит Думаемую Часть Этого Мусоропровода И Кто За Его Спиной Сейчас Решил Его Без Его Спроса Просто Заврить Его Но За Его Деньги Но За Его Деньги Притом Еще Это Один Аспект Такой Но Второй Большой Аспект Это Ошибка Подхода Вообще К Мусорной Реформе Вот Я Сейчас Тебя Спрашивали Кто-то Ваше Мнение Как Ассоциации О Мусорной Реформе Участвовали Вы Как Ассоциации В какой-то Группе Я Скажу Так Что Время От Времени Кто-то Из Министерства Что-то Спрашивает Ну Это Спрашивает Уже В той Стадии Когда В принципе Решение Практически Уже Принято Это Больше Похоже На Информативный Спрос Вот Знаете Вы Будем Делать Так И Так Нет Есть Конечно Но Это Не По Мусорной Реформе Кстати По Мусорной Реформе Я В 97 Году Ездил В Данию И Смотрел Вот У них Шла Полным Ходом Сортировка Там Очень Красиво Мусороперерабатывающий Завод В жизни Ничего Такого Не Видел Я Спросил За Какое Время Вы Это Все Сделали Они Тогда Мне В 98 Году Сказали Это Нам Заняло 30 Лет Чтобы Сделать Так Чтобы Люди Шли Сортировали Чтобы Это Все Пересортировалось Потом Это Уже Все Уходило Там Не Знаю В Швеции Уходило Там Бумага И Картон И Так Далее Это Все Происходило В Течении 30 Лет Если Мы Считаем Что Мы Свою Реформу Сделали Сейчас Вот На 2020 Году Значит 2050 Году Наверное Мы Будем Сортировать И Все Обслуживать Так Же Как Дания Я Я Продолжу Просто Это Не Вопрос Что А Как Глобально Ко Мы Подходим Вот Представитель Скажем Так Консультационного Центра Жильцов У вас Тоже Сергей Никто Не Спрашивал Как Вы Думаете Как Представители Жильцов Как Было Бы Правильно Как Было Бы Удобно РМП Бывший Председатель Меня Тоже Никто Не Спрашивал Нас Тоже Никто Не Спрашивал Просто Вот Резко Кинули Вот Вам На Исполнение Мы Посмотрели С точки Поправки И Они Были Системные О Тариф По Нашим Меркам Сразу Поднимался Плюс 70% На Ровном Месте Не Обеспечивая Никакую Доп Услугу Мы Говорили Что Это Неправильно Неправильно Вот Сергей Например Представ Размещен В Каком То В Одном Обредленном Месте Они Нашли Для Себя Мест Для Сортировки Мусора Из Больше Сортировать И Тариф Общий Издержкой За Вывоз Мусора У них Упал А в Городе Про Это Не Было Продумано Тариф Сразу Поднимался А эти Места Сортировки Например Они Не Были Обеспечены Опять Такой Кто Где Подумал Через Силу Продвинул Это Но У Всех Задействованных Лиц В том Чле Клиентов Никто Не Спросил Как Вы Думаете Как Вам Было Бы Удобнее И Вот Сортировать Мусор И Все Остальные Вопрос Этот Вопрос Трубопроводов Это Вообще Как Бы Вырван С Общего Контекста Просто Опять Такой Силой Продвинут Будем Все Заварить За Ваши Деньги Против Вашей Воли Не Спрося Вас Я Думаю Что Многие Наверное Может Наши Слушатели Даже И Не Осознают Что Это Возможно Совсем Скоро Произойдет Нет Почему Всем Известно А что Ты можешь Сделать Вот Против Лома Нет Приема Я бы Вообще Здесь Сказал Немножко Оппонировал И поддержал Бэйры Если В отношении Министерства Экономики Насколько Я знаю И Со стороны Вообще Высшей Ну Повыше Чем Уровень Самоуправления Органов Власти Было Майк Агентура Потом Экономики Была Постоянная Попытка Каким-то Образом Сотрудничать Или Каким-то Образом Дискутировать Было Майк Садов Бил С падом Было Было Агентство Жилья Майк Агентура Был Такой Орган Куда Собирались Профессиональные Домоуправы Представители Ассоциаций И Юристы Ну И чиновники И вот там Были дискуссии Там была площадка Для дискуссий Там Скажем Выход Не был Особенно Большим Но он Все-таки Был То есть Там Каким-то Образом Пытались Примириться Точки Звения Потом Я скажу Так Что Госорганы Наверное Тоже Не всегда Зловредничают По своему Потому что На самом Деле Чтобы Обратиться В госорганы Или Добиться Изменения Положения Нормативного Акта Или Законодательного Акта Нужно Пройти Большую Цепочку Формальности Нужно Изложить Процедуры И Насколько Я знаю Еще Года Два Назад При Министерской Экономике Я с вашими Представителями Ассоциации Там Встречался Мы обсуждали Там Тоже Проблемы Счетчиков Воды И так Далее То есть Государство Каким-то Образом Пытается К сожалению Вот скажем На моей памяти Рига Независимо От тех Партий Которые Вы Вы Уководили Ей Ведет Себя В отношении Собственников Квартир И Скажем Сфера Управления Жилья Весьма Высокомерная То есть Вообще Не видит Вообще Не видит Ну давайте Поговорим Сейчас Сейчас я Устыхал Там Кто-то Из вице-мэров Произнес Сделаем Ригу Зеленой Неудобной Для жителей А сделаем Ее зеленой Ну что Краску Возьмем Покрасим 100 миллионов Потратим На эту краску И покрасим Потом Получим Метробус Хотя Я понимаю Что за этим Красивым Словом Стоит Трамвай Который Высовывается Обычные Колеса Он может Съехать С рельсов И поехать Дальше Ну То есть Понимаете В данном Случа Тоже В Риге Отсутствует С одной Стороны В Риге В мегаполисе Отсутствует Какое-либо Коммуникация На профессионально Скажем Общественные На уровне Общественных Организаций Между Самоуправлением И жителями И в таком Важнейшем Вопросе Каких Удобств Это с одной Стороны С другой Стороны Я скажу И уважаемым Радиослушателям Что Нас Услышали Там Нужно Быть Организованными Нельзя Быть Сегодня На сегодняшний День Почему Допустим Ассоциация Управляющих Латвии Которая Представляет Эрвин Как зампредседателя Почему Она Приглашается Туда Потому Что Это Организация Которая Объединяет Между Собой Ну Насколько Я понимаю В основном Бывшие Муниципальные Домоуправления Но В большом Количестве Со всей Латвией Более 35 Около 40 Членов Нашей Ассоциации Я думаю Могу Спокойно Сказать Что Мы Представляем Большинство Клиентов Таким Образом По всей Латвии По всей Латвии Да То Что Я Добавлю Сотрудничество С Министерством Экономики Которое Является Надзирателем Этой Отрасли По Обслуживанию Домов Сотрудничество Более Менее Оно Нормальное Проблема Начинается В тот Момент Когда Со Своими Какими-то Инициативами Включаются Другие Министерства Я очень Хорошо Помню Несколько Лет Назад Сюту Комитет Которое Было Связано С Министерством Финансов И ПВН Принимали Вот Это Самый Лучший Пример Когда В конце Концов Государство Все равно Сделало Как ей Удобнее Извини Я Перебил Да нет Я согласен Все равно Понимаете Но важно Другое Должен быть Диалог Диалог Результат Диалога Не всегда В твою пользу Это тоже Нужно Понимать Но если Государству Нужны Деньги То тут Ты можешь Сколько угодно Прыгать И кричать Что ты Хороший И пушистый Все равно Здесь Речь Не идет О том Что государству Нужны Деньги Просто Для Удобства Жителей Ну то есть Могут ли Жители Каким-то Образом Показать Что им Это Неудобно И они Бы Этого Не хотели Они Уже Показали Я Следил За Информацией Временный Исполнительный Директор Риги Как бы Аптуре Приостановил Приостановил Вот Реализация Этих Решений Потому что Поскольку Самый Большой Дом Прав Риги Это Ригус Нам Парвел На данный Момент И они Там Очень Большим Шквалом Начали Заделывать Мусоропроводы И они Как Именно Структура Самопроводов Они Не могут Не Исполнять Закон Ну Это Самое Основное Если Частный Дом Прав Еще Какие-то Маневры Имеет Тогда Самопровод Особенно Если Исполнительный Директор Города Риги Является Однопартийцем Министра Окружающая Среда Это Никуда Только По закону Не может Да Они Я знаю Что Приостановили Ждем Что будет Дальше Это Явный Фактор Когда Никто Не Приглашается Ни с кем Не советуется И принимает Волевое Решение Которое Неправильное Доброе утро Сделайте Радио Потише Пожалуйста Тогда Берем Другой Звонок Здравствуйте Здравствуйте Добрый день Вот я Сравнил Типовую Квартиру Обслуживающую Рига Снаму Парвелникс И Маленькой Небольшой Фирмой Счета Доходят В два раза Больше Рига Снаму Парвелникс Почему Первый Вопрос И второй Рига Снаму Парвелникс Имеет Миллионную Прибыль За счет Нас Прибыль За счет Чего Что Завышенные Сметы А без Прибыли Нельзя Поработать Спасибо Спасибо Если мы говорим Насчет Прибыли Всегда Нужно Посмотреть Сколько Квадратных Метров Обслуживает Маленькая Компания И сколько Квадратных Метров Обслуживает Рижский Дом Управ У Рижского Дом Управ Около 8 Миллионов Квадратных Метров Посчитайте Этот Миллион На 12 Месяцев И поделите Это еще На 8 Миллионов И увидите Сколько Зарабатывает РНП С одного Квадратного Метра Коммерческая РНП Коммерческая Структура Это не без Пельнеса Организации Она должна Что-то Иметь И что-то Ну Получить Какую-то Прибыль Второе Что я хочу Сказать Это Прибыль Отчасти Всегда Вкладывается В те же Подключения Тепла Когда оплачивается Счета Которые Остались Должны Другие Соседи И так Далее Так что В этом Плане Я Не вижу Ничего Такого Страшного Конечно Город Как Капитал Далю Туратас Имеет Право Сказать Что в следующий Год Мы будем Работать По нулям Или с минусом Но в тот Момент Они должны Принять Такое Решение Опять же Исполнительный Директор Города Риги Должен принять Что Рассматривая И принимая Бюджет Что на следующий Год Прибыли Не будет Но это Пусть и Не принимает Если Наверное Все же Радиослушатель Думал И имел Ввиду Общий счет Где Коммунальные Слуги Все И все Все вместе Потому что Вот Сейчас И до этого До Время Ромб И сейчас Как частный Домпроф Я сравниваю Всегда счета И Знаете Не всегда Можно вложиться В те Издержки Из частной Точки зрения Платя все Налоги Честно За ту цен Которые Услугу Саму Сумму Абсайм Экошинс Макса Представляет РМП Но здесь Нужно Смотреть На остальные Позиции Потому что Абсайм Экошинс Макса Сама Сумма По обслуживанию Анато С накопительным Фондом Еле Одна треть Или Чуть больше Со всего Счета Все остальное Это коммунальные Услуги Это вода Потери воды Электричество И тепло И здесь Сергей Может добавить Клиент Говорил Что маленькая Компания Получается Дешевле Чем РНП Я являюсь Маленькой Компанией У меня вопрос А что с чем сравнивали Можно взять Любой РНП В том техническом Состоянии В каком он есть И мой Реновированный Который полностью Выплатил уже Кредит И давайте сравним Ну получится так Сравнили Перец с абрикосом Абрикос сладкий Перец с горьким Перец с плохим Ну вот Понимаете Здесь тоже Когда мы сравниваем Что-то с чем-то Нужно понять Какие статьи затрат По каким параметрам Это хуже С другой стороны Насчет Дорого Дешево Я здесь полностью Поддерживаю Айвера По всем Вот я Мы Работаем практически Без прибыли И так далее Но я могу сказать Что все равно Порядка только 20% Это стоимость услуга Вот если вы ЕРУ в счете Получили То из них 20 центов Вы отдали Дому право Дому право А 80 центов Вы отдали на сторону А эти Будет это 80 Или 60 центов Очень сильно зависит От технического состояния Вашего дома И скорее всего Я скажу так Что жители того дома Который ушел К маленькому дому управления Ушли не просто так А с целью Привести свой дом В технический порядок И каждое мероприятие По приведению Дома в порядок Либо замена Водопроводных труб Либо модернизация Системы отопления Ремонт крыши Ремонт стен Все это дает Отдачу Через другие Дорогостоящие Статьи расходов Отопления И водоснабжения Поэтому давайте так Сравнивать Тогда уже так Сравнимы А не просто так Что возьмем конфетку И не конфетку И Даже одна и та же квартира В одной и той же серии В том же самом РНП Отличаются Два дома Которые обслуживают РНП Две Однушки Скажем 119 серии Они никогда Не будут похожи Еще примем Звонок Здравствуйте Пожалуйста Доброе Здравствуйте Простите За 5 Я очень благодарна Вам за совет Что обращаться В полицию Мы обращались Нам сказали Звоните Когда убьют Но это не в этом дело Я просто хотела Спросить Скажите пожалуйста Ну ведь есть За двор Деками Должны наблюдать Бригадиры Или кто-то Да Почему их никто Не контролирует Работу Вот мы Жаловались Бригадиру Она обещала Нам уволить А вместо того У нас появились Новые банджи И как будто Все стоит на месте Ну кто-то Должен принимать Меры Спасибо Тогда будет совет Снимайтесь Баланса Режеской думы Перенимайте Дом на себя Заключите договор С тем же Самым РНП Ну как договор На договорной основе Или с частной Компанией И тогда В тот момент Вы будете Выступать Как заказчики И будете Уже регулировать То Какой дворник В вашем доме Будет работать Какая Какой алгоритм Там Сотрудничество У вас будет И так далее Вы будете Устанавливать Свои правила Тут пришел Такой комментарий Скорее вопрос Но очень Странный Значит Пишут так Что земля Под домами Хозяйская Мы будем Выкупать У земельных Варонов По неадекватной Цене Коммуникации Нет вообще Нет телефона Дома управа Специалиста Платим деньги За обслуживание Но нет обратной связи Кому жаловаться С кем говорить Надо ехать В центр Специально В рабочее время Почему нельзя Принять людей На район Ну вот Такое большое Количество Претензий Первый вопрос Это клиент РНП Это клиент РНП По всем параметрам То что я слышал Это крик Просто Севинити работает Тоже в центре Единственное место Так что Я не зашаю Но по всем параметрам И то что просто Я слышал С системной точки зрения Что новые политики Обещали еще Уменьшить Цен РНП И то что Слушатели Вот только что Говорила Что нету Надирающих Все остальное Их станет Еще меньше Услуга Качество услуги Еще хочется Потому что Политики Будут должны Сейчас Выполнять Свои обещания Мы знаем Что в РНП Уже пошли Уволнения Чтобы выполнить Сети обещания Так что Написал Клиент РНП Ну это понятно По всей Здесь Здесь просто Вот Единственный вариант Собираться Решать И на тех Условиях С тем же Самым Или РНП Или с другим Но на тех же Условиях Которые Вы сами Хотите Потому что Вы клиент И вы Диктуете Те условия На каких Вы готовы Работать С кем-то А потом уже Исполнитель смотрит Он может Выполнить Эти условия За определенные Деньги Или не может Да Вот Это Это и смысл Вот Что мы Все время Пытаемся Донести Мы не критикуем Жителей Но мы Все время Хотим Донести До Слушателей Что если Вы что-то Хотите Поменять Тогда Встаньте И поменяйте Встаньте Заказчиком Да Я бы сказал Так Что на самом деле Очень часто Дискуссия идет Вокруг того Что сколько Стоит у тебя Обслуживание Вот у одного 55 А у другого 38 А что лучше От 38 Это лучше На самом деле Я считаю так Что обслуживание Во-первых Должно стоить Столько Сколько ты хочешь Получить От обслуживающей Организации Ты хочешь Хорошей коммуникации Значит ты должен Содержать какую-то Службу Которая будет Поддерживать Эту коммуникацию Ты хочешь Чтоб твой дом Был чистым Значит нужно Обеспечивать Индивидуальный Уборочный режим Потому что На режиме Скажем Конвейера На сегодняшний день Не получается Ну вот скажи Сергей пожалуйста Сколько стоит Томко оператив Обслуживание Где-то в среднем От 40 Без ПВН От 48 До 52 Центов Вот я тоже считал Средний дом Если Качественно Его обслуживать Ставить Хороший персонал Там плюс-минус Это 50 евроцентов Да-да Это качественная услуга Если дешевле Ну на чем-то Это экономится На новых На людей И рано или поздно Это Чем-то другом Обернется Ну дальше Следующий момент Вы хотите Чтобы ваш дом Вообще В вашем доме Был минимум аварий Чтобы было В общем-то Он функционировал нормально Значит нужно Обеспечивать Службу технической поддержки Не ту Которая приезжает Раз в месяц Там чего-то там Пробежалась В поту И убежала И стоит Три копейки А та Которая Будет ходить Регулярно По вашим подвалам По вашим техническим Всем коммуникациям Их осматривать Своевременно Делать профилактические действия И фиксировать Потенциальные угрозы Которые возникают С ухудшением Технического состояния Нужна хорошая Инженерная служба Которая будет Вам готовить Нормальные Адекватные планы И в общем-то Обосновывать Ну и плюс Еще нужен аппарат управления Который будет И все это Стоит Каких-то денег Может ли Маленькая компания За 38 центов Все это обеспечить Ну наверное На 3-4 дома Когда один Специалист Ну квалифицированный Специалист Он один Может сам заткнуть Весь вопрос Заключается в том Что Насколько его хватит В таком режиме На 10 домов максимум Ну я имею ввиду Даже по психологическому ресурсу Потому что люди На этой должности Очень быстро выгорают Из-за того что Ну вы же сами понимаете Это конфликт Ты же не общаешься С людьми У которых все хорошо Так как правило Твое общение Заключено Среди людей У которых возникают проблемы Ну смотрите сами Но самое главное Что я хочу сказать Никто нигде Никогда вас не защитит Никто Нет такой Конструкции Которая могла бы Вас прийти Вот защитить И сказать Все маленький Ты прав Дядю мы сделаем Ата-та И все Завтрашнего дня У тебя будет хорошо Потому что Я прошу прощения Я вот одно время Там Когда был Силтум сервис Вашего Организовалась такая На фейсбуке Группа Анти-РНП Ну ребята Там так мощно Они все такие Продвинутые Они активные Они типа Смотришь Типа понимают Законы Ну все Там такая Селища Я им предложил Давайте встретимся И обеспечить Помещение Юридической поддержкой Организуем Ассоциацию И начнем Все то Что вы здесь умные На фейсбуке Трусите Давайте переведем В реальную плоскость Вы знаете Сколько пришло человек Два гонца От политических сил Один пришел Посмотреть А что это будет Нету ли Другого гонца Три человека Буквально пришло Три человека И А тусня На фейсбуке Продолжается И все с большим Остерлинением Ну ребят Ну не надо выходить Уже из области Интернета Из виртуального мира Нужно просто Создавать ассоциацию В Риге Порядка десяти Наверное тысячи В общем сложности Многоквартирных домов Нужно составить Организацию Которую будут Слушать все У нас к сожалению Завершилось время Программы Добро пожаловаться Я вижу что еще Продолжаются звонки Наверное мы встретимся Через неделю И есть несколько вопросов Которые мы не успели Осветить Вот которые пришли нам На номер ватсапа 2-3-0-6-1-9-1 Мы начнем следующий выпуск В следующий понедельник Как раз с ответа На эти вопросы Большое спасибо Сергей Сидор Кайвер Гонтарев И Эрвин Страуп И сегодня были в нашей студии До свидания Всего доброго Продолжение следует...